Освобождение ислама или халифат на крови неверных в Крыму прошли массовые обыски и задержания адептов запрещенной в России террористической организации партии освобождения ислама, больше известной как Хизбут Тахрир Алислами. ФСБ рапортует об успешно проведенной спецоперации против сторонников всемирного халифата, а правозащитники из-за перекопа кричат о репрессиях на религиозной и национальной почве. Обсудим это с депутатом Госдумы Российской Федерации, зампредом парламентского комитета по делам национальности Русланом Бальбеком и политологом, доцентом кафедры культурологии и религиоведения КФУ имени Вернадского Николаем Кузьминым. Итак, господа, спецоперация ФСБ в Крыму задержаны 20 участников запрещенной в России террористической организации Хизбут Тахрир Алислами, причем не только рядовых членов, но и главарей этой организации. Мы можем видеть, как происходят эти обыски, причем большое количество религиозной литературы и методички, кроме прочего, пометки, в которых указано, кто присутствовал на собрании, кто не присутствовал, кому ставить плюсы, кому ставить минусы. Там же говорится о том, что духовное управление мусульман Крыма в принципе не нужно и якобы оно не осуществляет свои функциональные обязанности по защите, в том числе и нравственных элементов крымско-катарского народа. Но, тем не менее, вот как раз-таки эту тему мы и будем сегодня обсуждать. Я напомню, что деятельность этой организации, она строится на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и свержения насильственным путем, причем действующей власти. Руслан, а вы как ко всемирному халифату относитесь? Ну, считаю, что все вот вопросы, которые связаны с построением халифата, либо в обвинении мусульмана в неверии, так называемом такферизме, это все проявления политического ислама, то есть использование религии для вмешательства во внутренние общественно-политические процессы стран, в которых есть интерес заокеанских благодетелей, строителей демократии. И в данном случае мы видим, что в период Украины до 2014 года, когда законодательство не выработало противоядие против использования экстремистских религиозных проектов в политических целях на полуострове, они получили такое активное развитие, высокоорганизованы, структуризированы. И, естественно, центр влияния находится за пределами государства. Хочу напомнить, что штаб-квартира Хизбутахрир находится в Лондоне. И в данном случае, будь то Хизбутахрир, будь то иные экстремистские религиозные организации, включая и протестантский блок «Свидетели Иеговы», это все англосаксонский продукт. То есть это та история, когда кошелек один, а кассиры разные. То есть и в данном случае используют религиозные экстремистские идеологии, так же, как и националистические проекты. И я глубоко убежден, что корни одни. Для разрушения словно ржавчина – это мина замедленного действия монолитности нашего общества, потому что каждая секта, она противопоставляет себя, во-первых, ортодоксальной конфессии, в данном случае, духовному управлению мусульман Крыма и православной епархии. Поэтому это все является такими вредоносными явлениями, идеологическими инфекциями, от которых необходимо избавляться как с помощью законодательства и при поддержке правоохранителей, так и с учетом профилактической работы традиционных конфессий, как духовного управления мусульман Крыма, так и православной епархии. То есть, по сути, нашли просто слабую точку и начали на нее давить. Слабое место, которое можно воспользоваться, наверное. Николай, ну, в принципе, вот доктрина создания всемирного халифата. Что она подразумевает и чем она может быть опасна? Вот смотрите, дело в общем. Если вы обратитесь непосредственно к документам Хитбут-Тахрек, вы там ничего такого не найдете. Ну вот, ну, халифат, да? Когда говорят, как халифат? Ну, ненасильственным путем вот мы будем убеждать, рассказывать, люди нам поверят, и все как-то вот само собой расцветет, да? Вот это. Однако, это вот и есть такое вот самое коварное в этом, в этой всей системе. Дело в том, что Хитбут-Тахрир, она вообще-то сама по себе не является какой-то там террористической организацией. Ну, мы не знаем теракта, совершенного от имени Хитбут-Тахрира. Однако, эта организация как раз существует для вербовки людей. То есть, людей сначала привлекают, давайте поговорим об исламе, вот про яговийство вспомнили, они что же вы там, вы хотите знать, что хочет Бог, да? По сути, это посредник своего рода, да? Да, а потом постепенно людей затягивают. Так и здесь. Это постепенное такое какое-то проникновение, постепенное затягивание людей и отбор тех, которого потом можно продвигать дальше, непосредственно вовлекать в террористические структуры. Дело в том, что Хитбут-Тахрир проникает на постсоветское пространство, еще в конце существования СССР, где-то с 89-го года в Среднюю Азию, там, попозже в Россию пришло, и долгое время она как бы существовала тоже вполне легально. Пока вот эту всю систему подоплекают, вербовки людей в террористические организации не выяснили. Вот в Россию запрещили в 2003 году, там, примерно тогда же в разных странах Средней Азии запретили. И там целое... Они же сначала приходили, люди приходят, средствами, литературой, структурой, вот они все говорят вроде бы о хорошем. Однако, потом выясняется, что тем, основанные ими учебные заведения становятся просто поставщиком кадров для террористических организаций. А вот доказано это взаимодействие условно такой пушистой хизбутахрир мирной, да, и реальными террористическими организациями, которые условно убивают людей. Ну это же было целое... Не просто так запрещают такого рода организации. Была длительная юридическая процедура. Были установлены эти связи конкретными людьми. Такое вообще в России легендарное было бугурусланское мадресе, это в Башкирии, которое потом... Ну люди поступают учиться в мадресе, а потом почему-то они оказываются совершают теракты, оказываются члены каких-то организаций, оказываются вообще на Ближнем Востоке, в разных там джихадистских структурах и тому подобное. И вот эти связи вот таким образом выясняются. И все это... Был накоплен материал, было понято необходимость это делать, она была запрещена. Ну в принципе логично, Руслан. Ну вот некоторые пытаются политизировать, я сейчас имею в виду ту ситуацию, которая происходит в Крыму, когда действительно достаточно активно правоохранители взялись за эту структуру. За перекопом. Чубаров, да, будем называть как есть. Бывшие члены Межлиса, которые бежали с полуострова и теперь скрываются на территории Украины. Они будут активно использовать эту тему на международных площадках, для того, чтобы потом рассказать, что, мол, не только крымских татар здесь притесняют, но и в принципе мусульман полуострова. А как противостоять этой дезинформации? На самом деле действительно активно происходит подмена понятий. И Межлис, запрещенная организация, которая еще до 2014 года имитировала активную борьбу с Хизбут-Тахрир, вдруг здесь выступает в качестве защитника и занимается подменой понятий, выдает переверженцев в Хизбут-Тахрир, хотя в этом движении люди разных национальностей на полуострове, в том числе есть неофиты из числа славянского населения, жители среднеазиатских республик, закрымских татар. Потому что антироссийская активность, она формируется именно трансляторами в виде руководителя Межлиса Джамилева и Чубарова, вот таких вот, этой западной идеологии. И, конечно же, будут выдавать и дальше этих людей за угнетенную часть крымско-татарского населения, хотя именно адепты Хизбут-Тахрир всегда, особенно до 2014 года, активно отрекались от этнической идентичности, считали, что культурные связи, традиции, они чужды для приверженцев Хизбут-Тахрир. И могу сказать, что вот в чем сложность вот этого процесса. Ведь это социальный наркотик, который нацелен на социально-экономически необустроенную часть населения, дает иллюзию продвижения по социальной иерархии. И, по сути дела, это структура, секта, которая гонится за численностью, а не за качеством, не за осмыслением идеологических постулатов и канонов веры, а как раз таки направлена на то, чтобы сформировать массу, которая объединена на эмоциях, вот строительство халифата в данном случае, принцип вовлечения в сеть построено по принципу сетевого маркетинга, в принципе, можно аналогию провести с теми же свидетелями Иегова, в принципе, все одинаково. Только вчера обсуждали эту тему свидетелей Иеговы, проводили, наверное, где-то в какой-то степени аналогии. И очевидно, что свидетели Иеговы получают финансирование со стороны Запада. Если говорить о запрещенной Хизбут-Тахрир, они откуда черпают финансовую поддержку? Штаб-квартира находится в Лондоне. То есть тот же самый, один кошелек. Межлис также финансируется из фонда Сороса, из Международного республиканского института Сороса. Я неоднократно публично предоставлял доказательства. Чубаров входит в Международный фонд воздраждения, наблюдательный совет Сороса. А сайт Межлиса профинансировал Международный республиканский институт имени Маккейна. То есть Маккейн это человек, который является исламофобом, причем ярко выраженным. И с какой стати ему финансировать крымских татар, в данном случае так представляет и позиционирует себя запрещенная организация Межлис, если они не будут реализовывать политическое поведение угодное Западу. Здесь еще надо допомнить. При Украине издавалась газета, возрождение, ее взаимный тираж 20 тысяч. В бумажном виде. Вы журналисты представляете уровень расходов на такого рода издания, распространения и так далее. Другой еще один аспект. В украинский период, как она работала. С ней как боролись, не боролись. Там были очень противоречивые тенденции. То есть периодически делались заявления, в том числе и крымских властей, призывом запретить. На Украине было такое либеральное законодательство, которое в области религий и так далее. Их несколько раз штрафовали за то, что они называют себя партией, а как партия не зарегистрирована. Но тот штраф это мелочи жизни для них. Я думаю, учитывая их источники финансирования, могли себе позволить. Да, так у меня дело в том, что у меня еще сложилось впечатление, что очень двоякое отношение, что они просто часть представителей власти и так далее, в этот период была просто коррумпирована Хизбут-Тахрир. То есть просто платили за, ну я подробности не могу рассказать, но о том, что, скажем так, противодействие Хизбут-Тахрир наталкивалось на определенное сопротивление среди людей, находящихся во власти. Вполне очевидно, что в украинскую бытность более вальяжно себя чувствовали представители этой запрещенной организации. Но сейчас на территории Российской Федерации они запрещены, так же, как и в большинстве восточных стран. Да, в том-то все, они себя как бы выдают за партию мусульман и халифата, но они запрещены как раз в мусульманских странах. Во всех основных странах. Ну в Европе тоже, если не ошибаюсь. В Германии запрещено, там они позволили себе определенные высказания о антисемитизме. А в другие страны, Европа еще не дошла. Для Европы они не представляют проблемы. Меня другой интересует. Они же вербуют террористов. За то время, пока они могли свободно, по сути, вальяжно разгуливать на территории полуострова, насколько они успели глубоко запустить свои щупальца в традиционный ислам, в умы обычных мусульман? Да, по некоторой минимальной оценке 3-5 тысяч называлось. Члены максимальные там называли до 30. Но я думаю, это, конечно, преувеличение. Это то, что было при Украине или то, что есть сейчас? Да, в Крыму. Но это, конечно, думаю, преувеличение. Может, они такие отчеты писали там своим хозяям, чтобы денег побольше давали. Не знаю. Но вопрос в нескольких тысячах человек, это точно. Часть из них выехала в 2014 году, поскольку точно знали, что ведь в России это будет преступным. Часть людей, наверное, просто перестала с ними контактировать. Нормальный законопослушный человек что делает в этой ситуации? Хорошо, ну вот он вроде бы входил в какие-то структуры, он узнает, есть закон, который это запрещает. Ну, говорит, все, хватит. Я, прошу прощения, я бы, знаете, разделил бы членов, устойчивых членов запрещенной организации Хизбут Ахрир и сочувствующих. Да, вот сочувствующих. Идет борьба за умы и души людей. Почему я говорю, что и налоги провожу с свидетелями Якова, и принципы, подходы, методы вербовки одинаковые. То есть выявляются люди, у которых есть какие-то жизненные проблемы, да, то есть которые связаны с тем, что человек в одиночку решить их не может. Выявлялись наличие родственных связей, возможности вмешательства изне, морально-нравственная устойчивость, психологическая устойчивость. И человека опоясывали таким вот кругом заботы, да. То есть, естественно, вовлекая вот в данную секту, человек становился обязанным, так как понимал, что в самый сложный момент эти люди находились рядом. И это не вопрос уже идеологии, да, а вопрос человеческого отношения. Но в конечном итоге, я хочу проследить эволюцию вот до 14-го года этой запрещенной организации. Если до 13-го года условно проводились мероприятия закрытого характера, конференции, форумы, то после 13-го года и до 14-го началась раскачка. Это в унисон как раз-таки продвижению майданной культуры. И хочу здесь, чтобы видно было вот то, что вот мое убеждение, утверждение, что все националистические и религиозно-экстремистические проекты финансируются из одного кошелька, только кассиры разные. И здесь как раз-таки западные институции готовили к перевороту в Киеве, используя и задействуя все вот эти скрытые механизмы. И вот те митинги уже публичного массового характера в Симферополе, что до этого было не характерно, это и 2-3 тысячи, и до 5 тысячи возле Дома профсоюзов. То ли в конце лета, то ли в начале осени. Ну, по сути, это два параллельных проекта. Хизбут-Тахрир и Майдан, да, на тот момент? Но цели одноэтажные. Но на разные категории людей просто они были ориентированы. Да, совершенно верно. В конце концов, они же оказались 26-го числа на площади. Националистическая идеология, экстремистско-религиозная идеология, неважно, в исламской маркировке, либо в христианской. Мы уже говорили о свидетеле Иегова. Это либеральная идеология, которая позволяет использовать ту часть населения, которая, возможно, недовольна какими-то процессами внутри государства, использовать в интересах иных государств. Конечно же, это всевозможные сообщества, ЛГБТ и так далее, те, которые, в принципе, Запад оберегает. Группа по интересам, да? Каждому свое. Я помню, был у них крупный митинг в 2012 году еще, это как бы поводом был протест против режима Асада. Вот против режима Асада, который в Сирии и так далее. Кто оппонирует Асаду? Да. Как раз-таки американцы. А потом в 2013 году, вот еще крупное, тогда там как-то неуклюже очень пытались им противодействовать, объявив территорию, что там нашли какой-то снаряд с времен войны. Ну, вот это такие методы украинской СБУ. Николай, ну, они отошли на 200 метров в сторону и продолжили. А как относятся, в принципе, к приверженцам запрещенных из Бут-Тахрир в России представители традиционного ислама? Вот Руслан сказал, что есть сочувствующие, да? По сути, где-то может быть действительно основано на каких-то трактовках Корана, да? Может быть, где-то извращенных в какой-то мере, да, если мы говорим непосредственно об этой идеологии. Но, тем не менее, чем они привлекают вот обычных людей, которые просто верят в пророка, во Всевышнего и ходят в мечеть? Вот просто традиционный ислам. Скорее, вот такими отработанными методами манипуляции в личной коммуникации. Вот условно, это опять же работает. Работают в каждом отделе. Аналогично работают там иеговисты, и это, и так далее. Человеку плохо. Вот они к нему подошли, почувствовали, что-то там помогли, подсказали. Где-то он входит, получил какую-то поддержку в какой-то среде. Они, кстати, активно работали в среде, скажем, такого небольшого бизнеса. Потому что их больше интересовали люди не кто-то там, ну, совершенно простые, а у тех, которые какие-то возможности есть. А если у человека какие-то проблемы, трудности, это же у бизнеса бывает, проблемная такая деятельность. А вот ему указали поддержку, помогли на личном уровне. Вот человеку плохо, да, и вот он получил какую-то поддержку. Ему одиноко, он получил социальные связи и так далее. Поэтому они, кстати, достаточно неплохо работали и вот, скажем так, в славянской среде, особенно на Южном берегу. Руслан, а как вот простых верующих обезопасить от такого экстремистского влияния? Я сейчас говорю, наверное, и об исламе, и о христианстве, и, в принципе, других вот религиозных направлений, которые существуют у нас на полуострове. И как, знаете, и, наверное, еще один важный вопрос. И как обратно вернуть тех, кто уже попал в эти сети? Вот противоядие против экстремистских религиозных проектов, будь то Хизбут-Тахрир, свидетели Иегова, ваххабизм. Это, конечно же, профилактическая работа традиционных централизованных религиозных центров, таких как Муфтиат, Духовное управление мусульман Крыма, и православная епархия. И что касается правоохранительных органов, это, конечно же, общее взаимодействие. Здесь вот есть и профилактические методы, методы убеждения, и методы принуждения. Только в совокупности мы сможем достичь необходимого результата. Теперь в чем проблема? Дело в том, что в исламе довольно-таки все регламентировано и выработано веками правовая религиозная школа, то есть масхабы, которые позволяют мусульманам ориентироваться безошибочно, потому что простой человек не может толковать религиозные нормы, нормы шариата. Вот в этой части приверженность к ханифитскому масхабу или к ханифитской религиозной правовой школе, а хочу напомнить, что Хизбутахрир как раз-таки отрицает приверженность к какому-либо масхабу, либо религиозной правовой школы, что дает возможности им для манипуляций, для инотолкования. Ведь в чем происходит ересь? Как раз-таки вы на толковании, потому что каждая секта апеллирует к первоисточнику Коране и Суни, которые являются источниками права, источниками религиозных норм для мусульман. И в данном случае толковать исламские нормы может только Совет улемов, либо Совет знающих, образованных в исламе людей, и есть институт фетв. Если есть какие-то вопросы, которые беспокоят мусульманскую общину, можно обратиться в Духовное управление мусульман Крыма, в Совет по фетвам, и заручиться поддержкой, получить разъяснение. Смотрите, что мы сделали самое важное после 2014 года. Ведь каждая религиозная группа, которая оппонировала традиционному исламу и являлась носителями экстремистской религиозной организации, они боролись за контроль над культовыми объектами, над мечетями. И до 2014 года из 330 мечетей только 5-7 имели правоустанавливающие документы. А так как с 1991 года формировалось западное лобби и в СБУ, и во всех органах власти Украины, они, конечно же, обеспечили политическое прикрытие для развития, для структуризации вот этих экстремистских религиозных проектов, в том числе и из Бутахрева. Но, к счастью, сейчас это все пресекается уже в полной мере, господа. И эта ситуация дает нам, очевидно, понять, что нельзя, наверное, игнорировать законы той страны, в которой ты живешь. Ну и, собственно, нежелательно, конечно, попадаться на уловки лжепроповедников. У каждого свой путь к вере, но будем надеяться, что этот путь будет все-таки правильный. Благодарю вас за беседу, зрители, за внимание. Увидимся с вами на следующей неделе в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова